всем привет ну что красавицы мои поехали дальше про базис гардероб про то что мы носим каждый день и сегодня коротко речь пойдет о джинсах конечно встаньте перед своим шкафом посмотрите на то что в нем находится и если там есть джинсы белая сорочка тренч пиджак джемпер маленькое черное платье то девочки мои дорогие вы спасены и у вас есть что носить и это все можно комбинировать и тем не менее мы уже слышим как истинная женщина каждое утро выходит из себя потому что ей якобы нечего надеть узнаете историю конечно и поэтому порылись в кинематографических архивах в книгах но я вас не буду утомлять историческими данными я сама закончила школу модельеров правда это было давно и мы изучали и костюм историю костюма и кройку и шитье и моделирование дизайн в общем и я могу помочь вам раскрыть в одежде свою индивидуальность а чтобы подготовить вас к любой ситуации нужно найти невероятные сочетания разработать рекомендации относительно вашей фигуры но я же не могу я же вас не вижу и чтобы вам давать вам советы вы сами девочки будете себе все подбирать просто нужно посмотреть на себя в зеркало и сказать себе вот здесь вот нормально любить в себя здесь можно что-то скашировать а здесь можно выставить на показ так сказать в кавычках и так сегодня речь пойдет о джинсах бесконечная тема когда я училась это было давно это было джинсы это были уже предмет классического гардероба хотя вроде бы это считается как спортивная одежда или что-то такое в общем все эти джинсовые куртки это напоминает вестерн 50 60-е годы и ковбойские костюмы в общем это бесконечная тема которая каждый год обсуждается во всех модных журналах и как их носить как подбирать фасон по фигуре узкие ли они должны быть или вареные темно-синие или белые в общем многочисленные статьи такого рода все всегда интересуют наших читательниц и поэтому все это конечно началось не вчера очень давно со времен за золотоискатели и вот до наших дней то есть уже почти два века джинс живут в нашем гардеробе представляете маленькое отступление лучше выбирать жесткую ткань она лучше держит форму и сидит хорошо и не так сильно растягивается на коленях тем более сейчас они модны такие от бедра или скинни скинни уже не модные и вот эту самую демократичную одежду носит весь мир и джинсов ходит почти ну круглый год надевают на деловой встречу даже и на уикенд и в дружеской компании и в общем они не знают возрастных ограничений кого оскорбит вид дамы 75 лет джинсах никого джинс и наконец это лучший друг мужчин и разумеется женщин своего рода верный товарищ в любых обстоятельствах их можно обыграть как угодно смотря какого цвета какого качества конечно и если они нерванные то в общем выглядеть можно вполне себе элегантно если подобрать хороший крой который сидит на вашей фигуре но и цвет здесь играет большую роль и так давайте разберемся с бесконечным разнообразием покроев внешним видом ткани расположением талии карманы я там где-то уже давала такое видео что про джинсы если карманы сидят широко на попе сзади то и естественно эта часть нашего тела выглядит еще шире а затем вы сами подберете джинсы которые лучшим образом подходят к вашей фигуре ну опять же маленькое отступление лучше выбирать на высокой кокетке то есть на высокой талии на бедрах уже никто не носит это очень сильно укорачивает визуально укорачивает сильно ноги ну как только вы сами найдете себе идеальный фасон вы будете спокойны в общем на многие годы вперед и так небольшая историческая история все началось как в кино представляете девочки 1853 году в сша коммерсант оскар левиз трос продавал рабочие комбинезоны из толстой синие ткани деним ковбоем и шахтером кстати вспомнила вот пока не забыла как начинала как у коко шанель я где-то уже рассказывала помню она как раз начинала вот самых дешевых тканей где-то на на набережной что ли у нее была первая своя свое ателье она арендовал ну ателье громко сказано небольшую комнату где-то на верхнем этаже купила ткани которые у нее были насколько денег хватило вот как раз было это и парусина по моему для рыбаков или еще что то такое в общем букле буклированная ткань рыхлая и на первом показе все высокопоставленные дамы с шипением вышли из зала и с пренебрежением но это так маленькое отступление и так идем дальше и вот все могло бы даже также идти дальше и мы бы не рассказывали тут эту историю одежды если бы не одна скажем так прижимистая женщина и вот восемьсот семьдесят третьем году некий дэвис портной передал этому леви коммерсанту то есть жалобу жены одного золотоискателя она жаловалась на то что карманы на комбинезоне из денима который носил ее муж недостаточно прочные и на свой страх и риск дэвис придумал заклепки то есть портной таким образом сделал джинсы более крепкими вот когда были придуманы заклепки в конце 19 века и чтобы защитить изобретение ему нужны были деньги поэтому он обратился к этому коммерсанту и вот они двое мужчин этот коммерсант и портной получили американский патент на производство синих джинсов из чего и начался путь этого предмета одежды к планетарному успеху и после заклепок фирма леви стросса добавила джинсам еще один отличительный признак кожаную этикетку пришитую сзади на такая бирочка сзади на которой две лошадки тщетно пытались разорвать джинсы и в общем ну женщины тоже не остались стороне в первую модель для них в три четвертом году создала фирма левис это были джинсы 701 с очень высокой талии достаточно широкими штанинами потом вранглер и самом деле все женщины работающие на заводах и фабриках заменив ушедших на фронт мужчин тогда еще носили эти практически штаны из денима а вот небольшой тест в какой ситуации количество джинсов на квадратный метр было самым большим 1969 году около 500 тысяч молодых людей собрались вот таки знаменитый фестиваль стал воплощением культуры хиппи того времени и джинсы вне всякого сомнения были его униформы теперь представьте сколько там было и с тех пор джинсы не выходят из моды мало какой предмет одежды может похвастаться столь долгой успешной истории ну и так дальше идет музы и скандалы как мэрилин монро носила джинсы к откуда это все взялось я не буду вас утомлять и мы пойдем еще дальше например мерлин с аукциона в девятьсот девяносто девятом тысяч девятьсот девяносто девятом году томми хилл хилл файга если читать по не по-русски истинный фанат мерлин монро за скромную сумму за скромную сумму ты сто двадцать семь тысяч долларов купил с аукциона три пары джинс которые актриса носила в вестерне река не течет вспять представляете сто двадцать семь тысяч долларов купил джинсы которые носила мерлин монро кстати такую же сумму попросили за ковбойские сапоги с кубинскими каблуками из фильма неприкаянная и дизайнер подарил эти джинсы бритни спирс но мы переходим к моделям и к покрою каждый сезон одна и та же история какой-то фасон или марка джинс вырывается из общего ряда и становится must have must have более свободный покрой сменяет облегающие джинсы как будто для того чтобы мы могли вздохнуть так какие же джинсы выбирать широкими или с узкими брючинами занижены ли завышенные талии расклешенные ли за уж зауженные в щиколотке и чтобы не потеряться в джунглях этого денима необходима нам карта но в общем покрой прямые это классика конечно джинсы идеально сидят на любых бедрах и подходит для любого возраста если талия то есть классический обычный покрой но лучше не выбирать заниженную талию я только сделала небольшое отступление по поводу ткани она должна быть ну обычная классическая темно-синяя светло-голубая но она должна быть хорошего качества не тянущиеся не мягкая которые с попы сли слезает постоянно когда вы наклоняетесь или садитесь их нужно поддергивать потому что есть такие ткани которые сразу же растягиваются или после первой стирки выглядит как тряпки и так если талия не слишком занижена джинсы темно-синего цвета то они без помех переживут ни один сезон и все капризы моды повседневная модель называется 501 джинсы нашего отрочества можно носить в любой ситуации ни о чем не заботиться и не думать но в наши дни брючные таких джинс должны быть больше по ноге ну может быть и естественно все зависит от фигуры если у вас груша то есть попа узкая ножки тонкие вернее попа большая его на ножки тонкой тут надо подумать и о расклешенных от колен то образец для подражания это например шарлотта гэнсбург и вам нужны джинсы new core rps дальше идут узкие облегающие slim skinny например уже отстой полнейший но может быть когда-нибудь они еще снова придут в общем последние 10 лет это самый распространенный покрой джинс узкие чуть шире в щиколотке чем обтягивающий который очень плотно обхватывает ногу почти как леггинсы сама знаю что девочки приходят каждый раз недовольны вот у меня в щиколотке слишком она на один сантиметр отходит значит нужно заузить сама все переделала в общем бесконечная тема оба стиля очень похожи и slim и skinny и такие джинсы обязательно с эластаном выбирай для красивого облегания ну и комфортной носки узкие джинсы могут быть любого цвета и с любым принтом образец для подражания кейт мос и вам нужны джинсы только сара или х от м and м не сомневайтесь исключительное качество выше степени приемлемая цена так что вы сможете регулярно покупать обновки но это я уже сказала в общем дело вкуса и у кого какая фигура опять же букат такие джинсы облегают бедра и слегка расширяются от колена кстати неплохой вариант талия может быть высокой и заниженной очень очень много всяких вариантов у кого какая опять же фигура но сейчас опять не модно заниженная талия может быть когда-нибудь и будет и после появления узких джинс этот покрой уже не так остро популярен но модель систематически появляется у всех марок и несмотря на тенденции всегда пользуется спросом образец для подражания дженнифер энистон в общем дальше идет такой стиль как джинсы бойфренды это как будто бы одела джинсы они вам на несколько размеров больше но кому-то это идет но если женщины маленькая худенькая то такие джинсы будут смотреться как будто бы ну в общем не активно эти джинсы которые вы могли бы одолжить в кавычках у вашего парня и которые могли бы создать у вас восхитительное ощущение будто бы вы сбросили за ночь несколько килограммов они появились как альтернатива царстве вышим на тот момент узким джинсом и продают вашему силуэту непринужденный шик и заставляют задуматься а ночевала ли ты сегодня дома может быть ты не ночевала поэтому дело все самое первое что попалось под руку и побежала на работу или на учебу кстати неплохая идея поискать себе джинсы мужском отделе самом деле у мужских джинс стали не слишком высоко не слишком низкая и вам будет легко носить их слегка приспущенными выбирайте джинсы на размер больше чем вам нужно кстати совсем другой покрой и пуговка застегивается слева направо они справа налево как в женском варианте вы можете также кстати выбрать стиль бойфренды в женском отделе не обязательно мужском но там они часто стоят довольно дорого кстати а вы знали о том что днем это биологически преобразованный хлопок волокна которого окрашены натуральным индиго красителем придающим ткани тот самый синий цвет и такую ткань используют для одежды с низа памятных времен и днем очень легко производить нити белого цвета они те основы выкрашены только по поверхности в голубой цвет индиго и самый красивый днем ткут в японии он так называется японский деним вот вам задание находите японский деним дальше идут мальчишеский это женский вариант джинсов бойфренда тоже как джинсы бойфренд только мальчишеский женский вариант у них всегда заниженная талия они построены в области таза и просторные там а штанины постепенно сужается к низу начиная от середины бедра и до щиколотки их носят также как и джинсы бойфренда но выглядят они намного женственнее именно этот фасон и предпочитают певицы в стиле r&b образец для подражания рианна и расклешенный в 70-х годах это был просто писк их еще называли слоновья нога аналогия понятно всем это джинсы с высокой талии плотно облегающие бедра и очень широкие от колена и в версии клёш есть и менее широкие варианты но высокая талия узкие по бедру брючины обязательно потому что иначе они не будут расклешенные вот образец для подражания кладь клаудия шифер цвета ну вы сами тут знаете голубые грубые это стопроцентный деним в оригинальном состоянии грубые джинсы то брюд называется как я уже вам про них говорила они не подвергаются никакой обработки поначалу немного жестковатые но со временем становится мягче если бы нужно было выбрать одни джинсы то следовало бы остановиться именно на грубых джинсах ткань будет стареть на вас постепенно не сразу и в зависимости от вашего образа жизни и от ваших привычек остальные варианты это поношенные постиранные с камнями отбеленные я про них говорить вообще не буду искусственное составить и состаривание джинс помните когда-то было итак переходим к самому интересному какой покрой наилучшим образом подойдет для вашей фигуры например прямые эти джинсы создают красивые бедра почему потому что нога оказывается в своего рода прямой трубе и и визуально вытягивает ногу нет никакой разницы между бедром и щиколоткой поэтому в эту трубу можно упаковать что угодно толстые коленки плотные бедра и даже галифы знаете такие уши на бедрах так ну естественно кашмир подойдет с чем ансамбль наилучший вариант кашмир темно-синий блейзер пиджак что-то базисное кстати джинсы можно носить с чем угодно высокие каблуки кеды балетки сапоги совсем открытые сандальки или сандалии из репешков все идеально подходит и дополнит вот именно узкие джинсы и так дальше идет букат это фасон идет практически всем и если бедра полноваты то их уравновесить слегка расклешенный низ как и в расклешенных джинсах разница между бедром и щиколоткой не так заметно внимание им нужна правильная длина они не должны быть ни слишком длинными не слишком короткими идеальная длина до подъема ноги вот там где косточка у балерин начинается такая выпуклая и именно этот вариант букат лучше носить на каблучке чтобы силуэт визуально стал длиннее и изящнее ножка и на каждый день подойдет приталенный блейзер заправленные джинсы красивая белая сорочка и симпатичные сапожки ну дальше идет джинсы бойфренда и мальчишеские они почти одинаковые то есть небольшая разница одна женский вариант другой мужской в общем идеальный вариант для полноватых ног и для больших ягодиц так как подобные джинсы которые как бы оверсайз создают объем сзади а ноги будут полностью скрыты все ненужные нюансы все скрывается но если у вас плоские ягодицы или в очень миниатюрны то этот фасон не для вас вы в них утонете как я уже сказала в самом начале а наилучший вариант ансамбля с этим букатом то смешивание мужского и женского стиля например каблучки твидовый блейзер который напоминает шанель вот а вот этот стиль красивый шелковый шейный платочек вместо ремня красивый отворот открывающий щиколотку на естественно отворот на штанах на джинсах и в высшей степени женственными каблучки чтобы нам ну в общем нужно как-то вам организовать и сбалансировать мужские штаны с женственностью иначе вы будете выглядеть просто мальчишка если у вас еще короткая стрижка в общем каблуки тут необходимы как выбирать фасон по фигуре расклешенные этот фасон не запрещен для толстушек напротив так как бедра обтянуты а щиколотки полностью спрятаны то различие между бедрами щиколотками становится незаметным поэтому ноги кажутся более гармоничными и единственное условие обязательно высокие каблуки чтобы максимально увеличить рост ну или платформа или в общем женщины с другим типом фигуры тоже смогут примерить расклешенные джинсы естественно но в любом случае они должны надевать обувь на каблуках чтобы не казаться приземистыми ну как их с чем сочетать уже решайте сами если вы допустим сабу одели под этим расклешенные штаны сабу это такие такие на деревянных платформах туфли то естественно подойдет соломенная сумочка или какой-то кружевной топ который напоминает вот винтажные или шеби шик что-то в этом духе теперь девочки очень важная деталь как карманы выбирать как выбирать джинсы чтобы ягодицы казались красивыми как только вы выбрали покрой в соответствии со своими бедрами которые вам подходят следует задаться и еще одним на вопросом как в этих джинсах будет выглядеть мои ягодицы вам маленький совет возьмите второе зеркало на встаньте друг напротив спиной к большому зеркалу а другое зеркало напротив себя и тогда вы увидите спинку самом деле не будем себя обманывать джинсы хорошо сидят когда ягодицы в них кажутся красивыми в целом ягодицы можно разделить на четыре большие категории в общем выпуклые плоские широкие ягодицы маленькие ягодицы но любые ягодицы могут выглядеть замечательно если правильно выбрать джинсы например выпуклые если это ваш случай то вам не на что жаловаться форма идеальная одеваем талия нормальная невысокая незаниженная чтобы джинсы хорошо закрывали ягодицы не поддерживали их на месте хорошо помогает скрыть небольшие галифы но такие отложения что женщины часто страдают этим карманчики скорее маленькие чтобы создать иллюзию маленькой попки если карманы будут большие будет казаться что попа большая и чтобы подчеркнуть выпуклости так как это самое красивое в подобных ягодицах не я советую не больше двух процентов эластана чтобы поддерживать ягодицы чтобы они красиво облегали но не больше ну в общем покрой бойфренд в котором ваша фигура не утонет а будет красиво смотреться именно благодаря форме ягодиц еще раз подчеркну не надеваем джинсы с излишне заниженной талии в которой видно все и живот и бока что никому на самом деле не видеть вообще не хочется не не дай бог еще и пупок оголенный стринги вот это все знаете о чем что я имею ввиду ложбинками что ягодицами тоже не дай бог некрасивая татуировка напоминание от отрочеств в общем это все отстой полнейший и так далее вообще при любой фигуре не стоит носить джинсы со слишком заниженной талии еще раз повторюсь но высокие выпуклые ягодицы из такого фасона буквально вываливаются и джинсы с клапанами на карманах они только при прибавляют объем вот эти клапаны навесные его и так достаточно скорее клапаны подойдет тем у кого плоская попа и джинсы с очень большими карманами которые визуально расширять фигуру тоже не нужно теперь переходим к плоским ягодицам вот как раз заниженной талии можно одеть которые горизонтально перережут ягодицы то есть как бы расширяет эта линия будет горизонтальной расширять ягодицы то есть убавят несколько сантиметров в высоту и добавят ширину это всегда помогает если вы хотите отвлечь внимание от ягодиц которыми вы не довольны а вот как раз джинсы с клапанами на карманах сзади которые застегиваются еще и на пуговки это все будет визуально делать ваши ягодицы более выкуп выпуклыми вот как раз как раз когда джин попа плоская джинсы со слишком высокой талии тоже не нужно одевать и джинсы с большим расстоянием между карманами которые делают ягодицы не только плоскими но еще и широкими тоже в общем здесь нужно все смотреть теперь переходим фигуре груша широкие ягодицы тонкие ножки но это так грубо сказано в общем сложно убрать широкие ягодицы и бедра то есть можно конечно пройтись по ним молотком с утра пораньше если вам нечем заняться перед уходом на работу ну я естественно шучу лучше палкой или сухой щеткой как я уже говорила помните но все же их можно увидеть уве уменьшить визуально например джинсы точно по размеру очень хорошо подойдут по фигуре никаких лишних сантиметров по бокам эти сантиметры определенно увеличат ширину ваших ягодиц то есть джинс должны быть в обтяжечку джинсы со смещенным к среднему шву карманами на попе то есть кармашки должны быть близко друг другу если они будут далеко друг от друга то будет еще попа шире казаться и вот джинсы из жесткого денима то есть из стопроцентного денима с очень низким процентом эластана чтобы максимально поддерживать ягодицы и не давать им опускаться вниз куда нам не нужно в общем вы понимаете и просто противопоказано джинсы из очень тонкой ткани для такой для широких ягодиц все будет сползать в общем вроде бедра есть внизу зауженные вот где ушки кончаются эти на бедрах отложения все съезжает вот так и из очень тонкая ткань которая не будет утягивать ягодицы а позволит им расползтись все будет ползти теперь переходим к маленьким ягодицам читается что маленькие ягодицы не нужны никакие ухищрения они скромные довольствуются практически любым покроем вот только это не совсем так из-за скромных ягодиц можно легко забыть что наша цель показать попку особенно не выгодно которая в джинсах хорошо в общем джинсы должны быть хорошо скроены ни в коем случае мешковатый покрой или джинсы бойфренда на маленькие ягодицы ни в коем случае и слишком низко расположенные карманы тоже нельзя знаете как будто кажется что они сползли прямо под складочку под попой то такое тоже нельзя карманы должны быть аккуратненькими нужно одевать джинсы сильно облегающие маленькие ягодицы должны сильно облегать но вот если у вас очень худые ноги то лучше не обтягивать а вот прямо сильно облегающая попа да но от линии бедра лучше расклешенная знаете есть такие прям прямые как трубы вот такой вариант я бы рассматривал в общем каждый конкретный случай очень тяжело описать в общем настолько разнообразные женские фигуры поэтому джинсах на работу джинсах куда угодно если бы вам нужно было выбрать только одну пару брюк на всю жизнь большинство из нас инстинктивно инстинкту вы ответит ну конечно джинсы черт побери старые добрые джинсы проще всего носить комбинировать но тогда не выбирайте дранные на коленях выбирайте как классику потому что чтобы выглядеть и комбинировать совсем чем угодно с чем носить с белой сорочкой заправленная внутрь тонким строгим черным ремнем красивым приталенным блейзером я уже говорила с пиджаком от шанель антрацитовым или черным с черными сапогами на каблуках или симпатичными лодочками надетыми на на носки добавьте интересную брошку приколотую на лацкан чтобы привлечь внимание и заставить забыть что вы в джинсах если вам нужно куда-то на переговоры на встречу в офис я не знаю страстное декольте конечно тоже отлично отвлекает внимание но респектабельность вы точно потеряете в офисе если вы работаете головой грудь и ноги должны быть закрытые там где работает голова грудь должна быть закрытые приберегите декольте для другого случая ну в общем тут огромное количество всяких вариантов девочки я буду рада если вы будете мне ставить лайки советовать друзьям тогда у меня появится желание дальше делать я надеюсь вам было интересно спасибо что вы меня слушаете кому не нравится проходите дальше жду вас в следующем варианте следующий не знаю о чем будет может быть черное платье может быть еще что-то кстати про шорты мы ничего не сказали джинсовые шорты как обрезать но в следующий раз тогда расскажу если у вас порвались джинсы как сделать джинсовые шорты кстати лето скоро весна уже вам понадобится ножницы линейка фломастера давайте до следующего раза